Маршрут финансовой грамотности для десятиклассников 7-й школы города над Бугом начался с краткого экскурса в историю развития банковского дела от деревянных счетов до современных технологий. Инкассаторская форма, денежные знаки, монеты и ценные бумаги прошлых лет и современные экземпляры. Представленная экспозиция познавательна и разнообразна. Ребята смогли понять, как происходили финансовые операции в прошлых столетиях, а также какие банки работали в городе над Бугом в разное время. Мне понравился очень музей, было очень интересно, познавательно. Особенно мне понравились старые банкноты, которыми пользовались в старое время, так как я их не видела раньше. Монеты понравились мне очень. Следующим пунктом маршрута стала лекция, в ходе которой были озвучены основные термины и понятия банковских операций. После исторической и учебной частей программы школьники получили возможность поиграть в финансовый футбол, а также посмотреть мультфильм, где главные герои решают возникающие экономические вопросы. Это было и интересно, познавательно, конечно же полезно. Ну и футбол был очень весело, было очень все вместе отвечать и полезно также. Каждый человек должен быть финансово грамотным, и это наше будущее, и поэтому молодежи, если ты хочешь быть современным, ты должен быть финансово грамотным. Несмотря на игровую форму подачи и увлекательность маршрута, темы и вопросы, обсужденные в ходе встречи в школьников и сотрудников банка, важны и нужны для каждого современного человека, и потому подобные мероприятия уже стали традиционными. Ведь чем раньше начинается обучение, тем грамотнее и осознаннее будет подходить человек к своему бюджету, а потому на протяжении всего учебного года учащиеся около 37 берестейских школ будут иметь уникальную возможность получать знания о структуре финансовых операций в ходе данного маршрута. Это была идея нашего руководителя, подсовского Ивана Ивановича, начальника главного управления, создать у нас, разработать такой маршрут финансовой грамотности. Как бы вот наша лестница, да, вот так по ступенечкам детей подводить к тому, вот зачем вообще быть финансово грамотным. И мы именно выбрали себе детей старших классов, потому что мы надеялись подготовить немножечко их к взрослой жизни, потому что они будущие потребители финансовых услуг. Ну и учитывая, что везде сегодня в банковском розничном бизнесе очень много различных технологий, и взрослые поколения иногда плохо в них разбираются, а дети очень легко и просто. Они сегодня с телефонами сотовыми уже рождаются, можно сказать. Поэтому мы надеялись, что мы немного будем обучать детей, а они в свою очередь будут обучать своих родителей. Американскому промышленнику Генри Форду, одному из богатейших людей своего времени, принадлежат слова. «Главная польза капитала не в том, чтобы сделать больше денег, а в том, чтобы делать эти деньги ради улучшения жизни». Именно эта цитата украшает один из центральных стендов музея Главного управления Национального банка по Брестской области. А потому, став финансово грамотным и благодаря этому обеспеченным, ребята не должны забывать о том, в чем состоит главный смысл и польза денег. И не путать, кто в этих отношениях важнее. Продолжение следует...